Да, 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 могу сейчас, минуточку только. О, Юля, чаши дали. Сейчас пять секунд, я только дверь закрою, да? Хорошо. Чаши дали. Чаши дали ек, Юля? Кусу дебуин пэ? Ла ин, да, супу дебуин. Ани хиран? Дебуин. А, дебуин. Тук че че? Ани сергей? Сергей дебуин. Депоре. А, депоре, да. Тук че че? Сергей депоре. Депоши. Шпеяпо. Сергей, чаши дали. Чаши дали. Ой, привет, наш самый главный студент. Больше всех знает. Ну что, будем начинать? Да, начинаем. Да. Спасибо. Саша, чаши пупки джукшин меток трам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто не доделал упражнения, смогли ли доделать и может быть какие-то есть вопросы по первому уроку или что-то осталось непонятным? Нет, все понятно, да? Тогда короткая проверка Ольга Ольга Зуева Дик Харере На экран только, вы же смотрите на меня А, да, вы меня не видите Сейчас У тебя видно, Алексей? Ты показывал ручку Раз, раз А так слышно? Слышно? Да О, хорошо, и мне тоже слышно Вот так, наверное, даже будет лучше Хорошо слышно, да? Да Не хуже стало? Дик Харере Что это? Ди Ди Это? Ди Дюкере Нюгуре Дюкуре Нюгуре Нюгуре Алексей, разве не надо менять местоимение? Ты как бы уже далеко же от говорящего находится? Ну, я не думаю, что это принципиально Я думаю, как и у нас Что это Ну В английском они обычно меняют, да This and that И что-нибудь такое Ну, почему? Я думаю, что если бы я у англичанина спросил What is this? То он бы сказал This is a pen Он бы не сказал That is a pen Ну Все по-разному Не, может быть, конечно Ну да Ну и нас могли сказать Это у вас там ручка Что-нибудь такое Ну, в общем, я думаю, скорее Это уже Ну В разной ситуации В зависимости от того Что там Человек хочет подчеркнуть Там В данную Секунду Я думаю, что у нас Это не принципиально сейчас Так Сейчас вам покажу еще что-то Айгюль Ну, вообще-то У кого есть другие варианты? Ирина Ди Тепре Да Та-та-ре Значит, правильно Ди Тепре Печа-маре Тепре Айгюль Ну, понятно Это же книга Западного типа Да Да-да-да Это западная книга Не тибетская Да-да Так Хорошо Ди Нюгуре Ди Нюгуре Лена Байчук Маре Ти Сюгуре Ага Так-так-ре Что не так? Правильно, да? Так можно сказать? Ну, шугуре Да Да-да Спасибо Евгения Печенегина Ди Карере Я очень просто прошу прощения, но я так выпала на две недели, что я просто посмотрю сегодня Хорошо, тогда другая Евгения А, это ваш микрофон Меня, меня две Хорошо Хорошо, тогда Кейт, это у нас Калита, Катерина Калита Ди Карере Я ищу, как карта называется, я знаю, что эта карта забыла сейчас, две секунды Ну, может, вам поможет запомнить всем, что Са – это земля Сабча 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 я не вижу ну в общем да что мы с вами учим тибет тибет как ну картаны на карте тибет да сейчас секундочку кто у нас там еще нет не отвечал так ольга зуева я еще хотел тут обратить ваше внимание что ну как многие из вас наверное заметили в тибетском можно опускать местоимения то есть как ну указательные личные то есть когда контексты из контекста понятно можно опускать то есть можно сказать это тибетец да тибетец то есть пары например можно не говорить deep или там он тибетец можно не повторять вот дальше когда будет там определенное различие будет в употреблении глаголов с разными лицами то там тоже как бы будет ну будет понятно что можно опускать эти местоимения когда сама форма глагола предполагает уже что это относится ко мне или это относится ну к другому лицу так хорошо поехали дальше кто у нас остался а у нас присоединилась светлана кутузова светлана вот так светланова дикаре алексей добрый вечер да я подсоединилась но я к сожалению только послушаю потому что я отстала и поэтому поэтому только послушаю сегодня урок ну хорошо юля тут жалуется что рон и я не спрашивает ну хорошо юля д сапча репе маре д карью карью репе айжан айжан вопрос на любимую тему ди чан репе ларе ди чаре кажется ага ну тогда уже как у нас там по второму кругу кто у нас там давайте лена бойчук дикаре все у меня закончились закончился реквизит так что можем переходить дальше о том что местоимение можно опускать я сказал дальше так я переключусь но он тут компьютер буду вам показывать экран так мы говорили что начать лучше с разбора грамматики но я как бы начинаю разбор грамматики но чуть-чуть зайду издалека потому что ну когда я планировал урок то понял что лучше сначала сказать еще пару слов от себя значит надо запомнить нам основные местоимения какие местоимения кто помнит личные ну мы их вообще немного выучили в первом уроке по моему одно я да кто то помнит как будет я или его вообще не было это слово в первом уроке га на 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 низкий тон потому что на это пять ну например так же другие значения есть на это я потом у нас здесь в словаре есть слово кон это тоже очень важное слово которое вот ну прежде всего вам наверное нужно запомнить оно означает или он или она и есть слово керам его здесь в словаре нет по моему но оно есть прям на странице 86 дальше в примерах керам гэгэн йинпэ ты учитель керам это ты но в почтительном стиле это как бы вы ну при обращении а вот это основные слова почему я рекомендую сразу их запомнить местоимение личных тут будет много разных ну в том плане что много синонимов у них и это самые удобные слова потому что ну на это понятно это ну я думаю что вы так запомнили или скоро запомните потом ты это самое безопасное слово керам потому что оно в в почтительном регистре и поэтому ну по крайней мере поначалу вы не будете там с кем-то возможно возможно у вас не будет друзей закадычных тибетских которые с которыми будете говорить так ну развязано там мол эй ты там чувак пошли вот вы будете говорить вы там уважительно как вы поживаете и так далее то есть лучше всего использовать слово керам и точно так же слово кхом во первых оно удобно тем не что не нужно различать в рот то есть можно сказать и он и она это все будет кхом и во вторых это тоже почти почтительный регистр то есть это ну как бы для вежливой речи это нейтральное слово без риска кого-то оскорбить там задеть и так далее как ну не знаю звучать там пренебрежительно вот поэтому вот такие основные три слова из личных местоимений вам нужно запомнить и сразу же я перехожу к обзору я тут буду скакать по этим подразделам перехожу к подразделу про рот в тибетском кто там уже может быть смотрел он очень краткий грамматического рода в тибетском языке нет но рот может выражаться лексически то есть есть слова отдельно он она хотя ну как бы есть слова ком который обозначает как бы и он и она но есть отдельно слова словарики хо это он и мо это она но они как бы не почтительного стиля они не обидные там но все равно как тут говорится в примечаниях лучше ну если вы не уверены конкретно в данной речевой ситуации то лучше придерживаться ну использовать почтительные местоимения потому что в некоторых регионах тибета там у некоторых отдельных нейтральных местоимений у них есть такой оттенок пренебрежительности то есть до грамматического рода в тибетском нет ничего по родам не согласуется то есть сказать там я не знаю большой большая нельзя это все будет одно слово или там сделал сделал а тут в разницы нет как бы с этой стороны все очень просто вот тут описанные средства выражения рода лексическими способами то есть либо суффиксы па и по для как самцов или каких-то мужских понятий либо ма и мо для женских понятий возможно вы помните как у нас на эсиай ламрим чанмо объясняется что чанмо это большой только в женском роде ну в великий в женском роде потому что мудрость читается как бы женским началом вот и вот этот суффикс мо есть примеры приводятся ну тоже почитаете я это як а самка яка это уже джи джи то это лошадь или конь в общем а гома это кобыла очень распространенное слово это мальчик и или сын и пума это девочка или дочь потом ну пример например кампа это человек как это сказать компец человек из хама и кому это женщина из хама потом йогин и и ягиня и ягини нел джорпа и нел джорма и гибрид яка и коровы мужского рода дзо а женского рода дзому еще по-русски я прочитал что есть их называют еще хайниками так что если услышите странное слово хайник знаете что это гибрид яка и коровы они там отличаются ну как мулы отличаются повышенной выносливостью так эти гибриды тоже отличаются какими-то там улучшенными качествами вот дальше у нас идет тема множественности как выражается вопрос пока мы не отошли да тут ма это означает также мама или она по-разному ну вообще много значений есть у ну вообще амонимия в тибетском и очень разве там а это может быть или отрицание или мама дома что что еще ну или это или это может быть суффикс женский ну указывающий на женщину например ну например нел джорма это женщина йог и йогиня вот и кстати да тут не запутайтесь когда я говорю суффикс ну в данном случае вот потом а это имеется ввиду суффикс в другом смысле не то что финальная буква слога например еще финальную букву слога называют финаль например вот я читал что особенно в китаистике там есть у каждого слога начальный звук инициаль и конечный финаль а еще там есть более дробное членение ну мы туда не будем залазить поэтому да тут суффикс именно как бы ну в нашем понимании слова то есть такая такой слог который присоединяется к концу слова и ну меняет его значение там например поясняет там рот или там поясняет указывает на то какая-то часть речи вот понятно дальше дальше у нас тема множественности здесь у нас в словаре есть основной суффикс множественности это то причем нужно опять же обратить внимание на то что он практически никогда не произносится как бы отдельно потому что он обычно всегда идет после какого-то слова местоимения или там указательного или личного или после существительного и поэтому он как бы идет не в первом слоге соответственно он теряет придыхание и четко выраженный тон поэтому как правило он произносится цо ну то есть например концу это они на то это мы и хиран то это вы вот ну дальше будет больше всяких местоимений но мне кажется что здесь пока все очень просто на это я на то это мы ком он или она концу они хиран ты хиран то вы во множественном то есть это не то что как бы вы уважительно обращаетесь к одному человеку а именно когда несколько людей вот то есть тоже достаточно просто и потом идут указательные местоимения точно так же просто они формируются у нас ездить этот динцо эти те 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 тот тецо те и паги вон тот и тут просто убирается второй слог заменяется на цо па цо вон те ну в принципе тоже мне кажется что не должно быть вопросов пока что все достаточно понятно просто этот суффикс о присоединяется и ну как бы делает преобразует слова во множественное число вот но и но есть нюанс сейчас мы к нему придем значит я открываю нет вот этот вот раздел 232 обозначение множественности во первых в тибетском множественности она если если можно без нее понять высказывание то ее могут не указывать например например тэп мангпо значит много книг мы не говорим там например тэп цо мангпо книги много мы говорим книга много значит много книг или например говорим карил мангпо или карил ни это значит две чашки нам не обязательно ну то есть не не обязательно они нужно вот именно слова чашка преобразовывать как-то отдельно во множественное число если мы ну не хотим это подчеркивать а также дальше мы мы увидим на примерах когда мы будем спрашивать например есть у тебя там например чай или если у тебя если в тибете яки например или если у тебя книги мы будем спрашивать например тэп пьё пэ то есть мы будем говорить книга есть и это будет значить есть ли книги потому что ну если нет ни одной книги то нет и книг а если есть одна или несколько книг то уже как бы ну как бы галочку можно поставить то есть книги в некотором числе от 1 до бесконечности есть если нужно конкретизировать число что можно сказать и тэп мангпо и да есть много есть много книг вот то есть ну да пока не понятно но я думаю что мы будем работать с примерами будет станет понятней дальше с живыми существами вот этот суффикс он используется может приклеиваться к названием только живых существ только как бы как это сказать личностей то есть людей или мы не знаю может быть богов вот не к названием животных и не к названием неодушевленных объектов причем я вот этот абзац кто там следит сейчас разбираю значит если если он есть это уже автоматически ставит существительное не только во множественное число но и в определенный в определенное состояние то есть как в английском артикль 2 то есть если вы говорите ам отцов это вы говорите the mothers эти матери конкретные матери а если вы говорите например что не знаю там юлия и светлана амары вы не говорите амацоры то есть вы не говорите они именно те матери там как какие-то о которых мы говорили они а вы просто говорите в неопределенном состоянии они ну некие матери то есть если если проводить параллели с английским то вот есть в английском артикль эй и но он правда во множественном числе не используется вот но как бы он обозначает неопределенное состояние то есть если вы говорите i am a teacher the teacher учитель ну то есть я учитель учитель вы ставите в неопределенном состоянии то есть я не какой-то конкретный учитель о котором у нас шла речь а я учитель вообще ну один из многих учителей вот и точно так же здесь но это такой тонкий нюанс честно говоря мне не попадалось еще особо таких примеров чтобы я именно вот размышлял о том поставить или не поставить сфо или и так понятно а может я просто так уже привык что я автоматически это ставлю в общем мне кажется что мой пример вот с материалами ну как бы проясняет тут в чем в чем речь то есть например концу генри они учителя то есть они учитель дословно но но мы говорим что они вот какие-то учителя ну то есть их профессия учитель мы не мы не повторяем этот эту частицу цо каждый раз то есть мы не говорим концу генри ну это не нужно то есть здесь еще написано отдельно выделено что никогда не бывает употребление вот этой частицы избыточным то есть никогда там вы не говорите ген цо те цо чен по цо рэ ну то есть эти учителя там великие например вы ну не добавляете много вот этот вот суффикс множественности к каждому отдельному слову в этой группе вы только какому-то одному ну и скорее всего если ну то есть не скорее всего так и есть насколько я понимаю вы берете группу подлежащего и в самом конце этой группы добавляете вот этот показатель множественности если если он там нужен например как здесь ниже в примерах подано те маленькие девочки вы не говорите вы говорите девочка маленькая те и это уже как бы охватывает всю группу и это вот ну мы кстати касались на прошлом уроке вот этого построения нанизывание вот этих суффиксов то есть сначала у нас идет то что обозначает само существительное потом у нас обозначает например определение какое-то маленький например и потом у нас идет указательное местоимение ну если оно требуется и потом у нас идет суффикс множественности показатель множественности цо вот и еще один нюанс есть как мы сейчас подсмотрю свою шпаргалку да есть нюанс с тем как говорить о неодушевленных предметах и о животных ну как вы поняли вот этот суффикс он напрямую не присоединяется к названием между неодушевленных предметов и животных например нельзя сказать таксу лошади но можно сказать то это лошадь те и это будет обозначать какие-то конкретные лошади если вам нужно сказать не о конкретных лошадях а просто лошади например там не знаю там зорька и красотка лошади вы говорите зорька и красот там красотка то есть лошадь как бы в единственном но подразумевается по контексту что множественное число вот если вам нужно сказать что эти лошади там убежали там в поле вы говорите уже то это или динцо вы уже конкретизируете напрямую присоединить вот эту частицу множественности к названием таких вот существ или предметов нельзя ну тоже наверное понятно еще один нюанс который здесь не записан но на который я обратил внимание если вы говорите о каком-то неодушевленном предмете а может быть и о животных то вы не используете слова типа ком вы не говорите ручка она например там например нюгуди карере а вы говорите там нюгуди чунг чунг рэ вы не говорите конг чунг чунг рэ она маленькая вы говорите ди чунг чунг рэ или те или если их много то вы говорите динцо или тэцо потому что он или она как бы ну как сказать грамматического рода у предметов нет и они личностями тоже не являются поэтому их называют это и там то вот поэтому ну как просто когда мы начинали составлять примеры то как бы не было понятно как их называть хорошо мы говорим о ручке а как ее назвать вот он или еще как-то вот и оказалось что можно просто назвать ее тэ и к тому же так можно сказать и о животных и даже можно говорить и о людях то есть можно вместо ком использовать например ты или дни мне такое тоже встречалось и можно сказать вместо они можно сказать тэцо я не уверен может ну мне такой в книжках попадалось и возможно это литературный классический тибетский они современные но можно мне кажется что и современный тоже вот здесь я все сказал может какие то вопросы еще в процессе есть нет пока хорошо до ананизывание определений я тоже сказал но давайте еще я прочитаю вам эти примеры значит еще раз тибетское предложение сначала идет группа подлежащего то есть о чем мы говорим предмет нашего разговора я бы даже сказал что это группа как это сказать тема те знаете разделение на тему и рему то есть есть то о чем мы говорим и есть то новое что мы об этом сообщаем например можно сказать что вот пример кстати из этого урока можно сказать консуры он кто есть предмет нашего разговора это он мы видим что есть некий человек мы говорим он эта тема суры кто он это то новое что мы говорим о нем но мы в данном случае спрашиваем но по сути то же самое и дальше ответ ответ идет ком лосангри то есть тема у нас он а рема лапсан новое это лапсан и вот на первое место у нас ставится тема дальше у нас идет например пример такой церинг суры то есть человек знает что есть некий церинг у него тема церинг он отталкивается от того что есть некий церинг и потом ему нужно узнать кто это это уже рема это уже то новое что он хочет узнать ну и что ему вот сообщают ему говорят церинг конгре церинг если тебе интересно то это вот он понятно то есть ну в принципе в русском и в английском тоже есть ну как аналогичные конструкции то есть мы можем сказать кто такой ваня или например как это сказать кто это это ваня или где ваня ваня вот ну то есть смотря от чего мы отталкиваемся к чему мы приходим вот да и мы нанизываем нанизываем сейчас еще об этом скажу у нас идет группа подлежащего в которой вот это мы все там если нужно и множественное число и определение и там указательное местоимение там например и где или т.п. динцу кареры ну эти книги какие они там большие т.п. динцу кареры они большие ну то есть это вот эти большие вот потом у нас идет как это сказать ну время то есть то новое что мы об этом сообщаем там это например может быть или прилагательное если мы говорим она вот это вот большое или мы говорим этот человек например он кто он там учитель или он врач или он делает то-то и а ну да ну и на последнем месте глагол то есть это либо какой-то глагол действия либо глагол состояние быть вот или там где у нас вот это рема новая новая информация мы можем поставить вопросительное слово то есть вопросительное слово мы не ставим в начале обычно мы говорим о чем у нас идет речь например т.п. д. кареры книга вопросительное слово что и конце глагол есть эта конструкция она очень в тибетском очень стабильно от нее ну ее лучше сразу запомнить и от нее потом уже везде отталкиваться или например ди кареры или ком суры кто он кто есть вот такая везде структура и вот каждый из этих блоков он может чуть-чуть распространяться вот эта группа у нас подлежащего пумо чунг 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 тэццо не знаю там паги рэ вон там то есть эти маленькие девочки они вон там канг ри топо тэццо те высокие горы со снежными вершинами тибетский как видите очень компактные особенно когда речь идет о снеге и о горах канг это снег ри это гора канг ри это заснеженные горы а машин пацо юные матери ама мать шин по юные и то множественное число опять же не говорим ама цо шон пацо с другой стороны если мы хотим сказать например эти матери ну или например матери какие-либо ну в смысле до конкретной матери получается они молодые у нас уже тема матери аре мы молодые соответственно мы разбиваем эту группу и у нас получается группа подлежащего ама цо потом у нас идет рима новая информация ну какие они или кто они или что с ними происходит щен по рэ есть в конце глагол амаш ама цо щен пары эти матери или просто матери ну конкретные которых мы сейчас говорим они молодые если же мы говорим эти молодые матери то-то и то-то то это уже относится все к группе подлежащего соответственно цо мы выносим самый конец этой группы ама щен пацо молодые матери ну понятно я надеюсь что тут еще рок по щен пацо другие товарищи друзья рок по товарищ щен по другой это множественное число щен возможно вы помните изучение там постоянно дак и щен я и другие опять же не говорится ну в классическом языке обычно можно обойтись только словом щен то есть не обязательно говорить пацо или там что-то такое щен просто другие вот дальше тут еще надо сказать вот об этих странных местоимениям дикья и дикья ди и текья и текья те они используются чтобы указать ну как как и диди цо и и тецо но там с определенными нюансами но мне честно говоря они не в примерах нигде не в книгах нигде не попадались ну у меня не такой большой читательский опыт но мне не попадались написано здесь что они могут обозначать выборку из группы то есть вот эти книги они вот те другие ну нюансов употребления я не знаю просто говорю вам что вот есть такие слова дикья и текья и дики и и текья те например тип дики оди все эти книги они вот те другие вот вопросительная частица я думаю что тут очень кратко перескакивая на начало вы помните что у нас есть вопросительная частица п которая обозначает ну вопрос только когда нет вопросительного слова например он тибетец и вот единственный новый как бы нюанс это то что у этой частицы есть еще две дополнительных формы не и кэ обычно ге потому что там придыхание уже в конце не играет роли они используются после соответствующих букв финалей суффиксов то есть после на используется не например сон и как у сон и ты понял или после гея например ты лаяк дуге значит в тибете есть яки как бы поскольку мы еще не знакомы с этими словами там сон и еду и и с их нюансами то есть это как варианты все глагола быть которые обозначают просто не с ну не постоянный признак например а временный признак или местоположение вот поэтому ну как бы нам здесь особо не о чем говорить но мне кажется что принципе правило несложное просто в дальнейшем будут попадаться эти слова но вы будете видеть что другая какая-то частичка стоит в конце и вы может быть вспомните догадаетесь что это просто форма той же самой частицы p не так часто они видоизмененные попадаются ну в общем так что тут еще а да и есть небольшой нюанс тоже о котором с одной стороны рано говорить потому что мы еще не выучили слово иен может быть вы помните изучение что иен тоже обозначает есть и в современном языке обычно он это слово употребляется с когда речь идет о первом лице то есть ну ну с нюансами о которых мы будем говорить на следующих уроках просто если у вас в вопросе есть иен и есть вопросительное слово то это может быть либо иен либо импа например су импа это будет означать ты кто пока нет примеров я не думаю что мы сможем это хорошо запомнить но в общем да есть но кстати об этом дальше будет говориться еще подробно то есть основное что вам нужно запомнить это то что есть вопросительная частица p и у нее есть дополнительные формы как правило она употребляется когда нет вопросительного слова но тоже есть исключения когда у нас есть слово иен глагол иен быть еще тут есть маленький нюанс о том что каре и су например можно повторять то есть каре каре или сусу это будет обозначать какие именно там типы там чего-то или виды ну то есть как бы более подробного ответа наверное требуется то есть что 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 именно там может быть так можно перевести ли кто 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 именно какие именно там книги каре каре в в текстах под армии вы не встретите скорее всего слова каре а у вас будет или че или каун каун например мне кажется очень часто попадается это обозначает какой который ну мы с вами учим в основном разговорный поэтому у нас каре и су и да здесь я все сказал сноска об именах тут есть у нас большая интересная сноска об именах в общем что что в ней самое главное это то что в основном все тибетские имена я по-моему даже упоминал об этом они все имеют очень прозрачное значение то есть либо долгая жизнь церинь рим по это длинный ц это жизнь либо например ним а солнце или дава луна или например love song обозначает вы можете помнить даже из первого курса из из я это ясный ум и так далее например тут н это будды учения то есть буддийская доктрина вот и что в основном все имена они подходят и для мужчин и для женщин за исключение но есть некоторые исключения те которые здесь упомянуты этот дождь и только мужское имя и джоэл кар это только женское вот и еще хотел обратить ваше внимание на слова в словарике здесь вы посмотрите дальше вот я уже упоминал есть слова но местоимения нейтрального стиля как хоран сомму и есть еще как вы помните из первого урока есть пары вот этих слов то есть нейтральное слово и есть у нас еще одно слово она может быть ну отдельно вынесено потому что она из литературного языка то есть строгая у нас норма например вот лобча школа а разговорная форма это лапча или если у нас идет буква эйдж в скобках то это почтительный стиль ну желательно конечно все выучивать и когда вы кому-то обращаетесь то обычно ну обращаетесь в посетительном стиле а тем более если это лама или если вы говорите о ламе и и поэтому вы используете соответствующие слова и еще хотел сказать насчет вот этого вот слога ну или суффикса как я его тоже называю уа вы помните возможно что вот это вот а которая стоит как последний слог слова она читается уа но возможно когда вы слушали запись словаря или запись этих диалогов как они их произносят они вот эту уа они его очень сильно сглаживают то есть почти уа там не слышно они про ну литературная норма лобчау а они произносят лапчау то есть как бы просто и вместо уа произносят до ну удлиняют последний звук а и дальше будет это может даже на письме отображаться когда именно пишут в разговорном стиле то даже вот слова ну как бы они могут и записываться по-другому то есть например сыр будет чурва они произносят чура и вы можете даже увидеть что второй слог записан не через па а через ра и точно также например больше ну много будет манпо больше будет манго а они могут произносить мана и соответственно слово само будет записываться через на то есть второй слог будет начинаться не на па а на на то есть как бы произношение может отражаться ну в зависимости от предпочтений там пишущего или там не знаю принятой нормы в данной среде они могут или писать ближе к произношению или писать литературно но произносить все равно все равно ну как они привыкли разговорном стиле и в общем да вы когда будете слушать диалог то вы услышите скорее вот это скорее всего вот это слово лапча не попутайте со словом лапча школа лапча и лапча я думаю что мы будем ну придерживаться более консервативного произношения то есть мы будем проговаривать слов трава ну и так далее вот эти вот будем стараться ну тоже финале там проговаривать которые могут они опускать например куша не могут произносить куша даже вот в литературном они могут глотать последние вот такие замечания и теперь у нас остается еще несколько минут я предлагаю в эти несколько минут почитать диалог и чтобы вы долго не выбирали давайте я сразу назначу давайте айгюль будет ним а а ольга зуева дала это универсальные имена поэтому это не обозначает что кто-то играет мужскую роль могут быть две женщины да читайте читайте и переводите сразу кто это да это лапсанг но там в конце надо чуть-чуть поработать чтобы не произносить вот это в конце да прекрасно дальше ним а церинга это это имя означает долго жить то есть обычное тибетское имя церинга ну еще раз мы если мы говорим о церинге то ну мы можем чуть-чуть сместить здесь акцент по интонации мы говорим церинь вот церинь то есть не это церинь то есть кто это это церинь а кто такой церинь церинь это вот он ну не обязательно да и в пиф ну я имею ввиду в переводе для себя чтобы понимали что мы говорим о церинге кто это церинь это вот он не он не этот церинь а церинь это вот он хорошо давайте дальше ним а концерт кто это да только там вы проглотили слог по моему да хорошо дальше дала ну я не знаю здесь не пропечаталась о или это просто такое произношение вообще-то но они иногда глотают до в конце слов они иногда глотают но мы этого не будем пока придерживаться гласные давайте давайте проговаривать полностью да перевод они студенты да или школьники лопсанки Да, только Геген. Дальше, Дава. Геген, Маре. Нет, это не учитель. Да, видите, здесь опущено слово com, то есть мы не говорим он учитель, он не учитель, мы говорим просто не учитель, то есть не повторяем полную фразу, нет, он не учитель. Нас спрашивают он учитель, мы говорим не учитель. Ну, это была реплика Давы вообще-то, и он говорит, нет, он не учитель, он студент. Хорошо, ну, по-моему, прекрасно, я думаю, что на следующий урок мы все это учим, разбираем, готовим вопросы, будем еще раз читать диалог, будем еще раз, наверное, почитаем примеры из упражнений. Ну, если останется время, то, может быть, какое-то сделаем упражнение, ну, возможно, не останется времени. Всегда приветствуется всякая дополнительная практика, там вопросы, чтение, там, не знаю, вступление, составление собственных примеров и все такое. Так что всем спасибо, читаем манду. Да, попробуем в следующий раз первое это сделать, первое задание, первое упражнение. Ну, если успеем, да. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...